Граждане Украины из года в год сохраняют за собой статус лидера по количеству нарушений в системе Белтол. Причиной такой статистики, как правило, была простая безответственность и пресловутая авось. Но сегодня ситуация несколько изменилась. В связи с напряженной обстановкой на территории страны соседки и ее гражданам, которые приезжают в Беларусь, во многих вопросах на законодательном уровне пошли навстречу. Коснулась это и транспортной сферы. Гражданам Украины, Луганской и Донецкой области нарушения, которые были созданы после 1 июля 2014 года и с которыми подлежат оплата в увеличенном размере, взиматься не будет. Но также один из пунктов этого указа утверждает, что просто произведенная оплата за проезд оплатным дорогам не отменяется. Далее существует отдельный регламент по возвращению денег, которые были уже уплачены в увеличенном размере. Гражданам Украины, если их нетранспортные средства зарегистрированы в Луганской и Донецкой области, необходимо обратиться в транспортную инспекцию с заявлением на начальника транспортной инспекции, в котором должно быть приложено в обязательном порядке квитанция об оплате в увеличенном размере и оригинал технического паспорта. Вторыми в списке освобожденных от платы за проезд стали владельцы свежекупленных машин. В частности, если гражданин приобретает автомобиль за границей, то с момента ввоза и до доставки его к месту государственной регистрации плата за проезд по системе БелТО не взимается. Причем масса купленного железного коня не должна превышать 3,5 тонн. Также этот указ принес небольшие изменения на въезд транспортных средств, не зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе. Им в данный момент будет разрешено двигаться по дорогам, по платным дорогам, без заключения договора на пользование платными дорогами в течение 10 дней. Сразу подтверждаем, только 10 дней на 11 день создается нарушение. Среди прочих нововведений документа на деление транспортной инспекции правом запрашивать и получать информацию о счетах владельцев транспортных средств. Кстати, указом номер 349 были внесены изменения и в правила дорожного движения. Они предусматривают необходимость оборудования учебных автомобилей видеорегистраторами при сдаче экзаменов. Продолжение следует... Продолжение следует...